Доброе утро, дорогие телезрители! Вас приветствует Кадор Фитнес Таирова. Я старший тренер тренажерного зала Веритюк Игорь. Сегодня мы рассмотрим с вами три упражнения на дельтовидные мышцы. Данные мышцы состоят из трех пучков. Именно пучков, а не как бицепс и трицепс из головок. Это передняя дельта, средняя и задняя дельта. Начнем с проработки передней дельты. Для этого нам понадобятся небольшие гантели. И это ключевое слово, потому что для проработки плеч мы используем небольшие веса. Потому что когда веса берутся большие на данной мышце, техника страдает, и это травмоопасно. При этом не нагружаются целевые мышечные группы. Начнем с махов перед собой на передней дельты. Колени чуть-чуть согнуты, корпус немного вперед. И на выдохе одновременно поднимаем руки вперед. Не спеша опускаем вниз, опять на выдохе вверх, на вдохе опускаем вниз. По 12-15 повторений, три подхода. Не спеша, соблюдая идеальную технику. Не помогаем себе корпусом, не делаем никаких виляний. Не спеша, аккуратно, локти чуть-чуть согнуты. Второе упражнение на средние пучки дельт. Это разведение через стороны. Исходное положение опять. Колени чуть согнуты, руки возле бедра, не перед собой. Очень часто встречается такая техника, она неверная. От бедра. И на выдохе поднимаем вверх. Мизинец уходит наружу вверх. Локоть всегда идет чуть выше, чем кисть. Со стороны кажется, что это простое упражнение, на самом деле технически достаточно сложное. И у многих людей с ним возникают проблемы. Первая ошибка, самая распространенная, это когда берется излишний вес и первые начинают подлетать кисти вверх. При таком выполнении упражнения вся его цель теряется. Проработка средних пучков дельт. Поэтому всегда выше чуть локоть, а кисти немного ниже. Не спеша, на 12-15 повторений. Небольшим весом. С идеальной техникой прорабатываем. Еще одна распространенная ошибка в данном упражнении. Можно включить трапеции. Очень сильные мышечные группы, которые заберут на себя всю нагрузку. Обычно происходит, когда люди сутулятся, делают вот такое вот движение. Средний пучок дельт здесь уже работать не будет. Поэтому максимально расслабить верх спины и работать только плечами. Следующее упражнение из этих трех, которые я вам покажу, это технически самое сложное. Вообще мало людей, которые понимают, где находится задний пучок дельт, как он чувствуется и как он вообще выглядит. Поэтому здесь вес вообще можно начинать с килограмма гантелей, чтобы просто прочувствовать эту мышцу. Она маленькая, она не сильная. Это не спина, которая может взять на себя нагрузку в данном упражнении. Поэтому прорабатывается маленьким весом, многоповторно, на 15-20 повторений. Садимся. Может подойти любая скамья или какой-нибудь стул. Ноги вместе максимально. Опускаемся вниз, корпус максимально на ноги. Движение начинается у нас не снизу, а чуть как бы с сокращенной амплитуды. На выдохе поднимаем руки вниз, при этом лопатки не сводим. То есть в данном упражнении маленькая амплитуда, для того, чтобы максимально задействовать именно задний пучок дельтовидных мышц. Локти выводим вперед. Большая ошибка. Локти начинают заводиться назад. Спина заберет на себя всю нагрузку. Поэтому локти вперед, небольшая амплитуда и небольшой вес. И многоповторность. 15-20 повторений. Мы с вами рассмотрели три упражнения на дельтовидные мышцы. Данные мышцы не помешают никому, ни мужчинам, ни женщинам. Единственное, что должны соблюдаться пропорции. Для женщин они одни, для мужчин они другие. С вами был Кодор Фитнес Таирова. Занимайтесь спортом. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok